История военного Куйбышева История военного Куйбышева это история не только предприятий, это прежде всего история людей. А подсчитать сколько человеческих судеб связано с нашим городом, вряд ли возможно. Многие будущие знаменитости провели в военном Куйбышеве свои детские годы. Так, в шестой школе имени Ломоносова до Великой Отечественной войны, это была вторая мужская гимназия, сейчас в здании на улице Фрунзе 138 располагается Институт культуры, учился семилетний славоневинный будущий народный артист СССР. А в нескольких кварталах от этого места, в небольшом трехэтажном доме на Фрунзе 120, во время эвакуации вместе с родителями жил уроженец Самары. Будущий знаменитый режиссер Ильдар Рязанов, ему тогда было всего 14. Квартира семьи Ильдара Рязанова в Куйбышеве была невелика, всего 20 метров. При помощи большого шкафа она превратилась в двухкомнатную. И в своих интервью Рязанов много рассказывал об этом времени, о том, как он гулял с младшим братом в коляске, водил его в коляске по улице Фрунзе и встретил председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина. Он даже подошел к ним, пообщался, погладил брата, обратил внимание. Рязанов часто посещал спектакли Большого театра и Театра музыкальной комедии, ходил в Самарскую филармонию. Вспоминал Ильдар Рязанов и о введении карточной системы, о том, как он учился в школе. Летом 42-го года семья Рязановых уехала в Нижний Тагил. Ну а сверстники великого режиссера до сих пор живут в нашем городе. И среди них есть очень знаменитый житель нашего города Борис Александрович Кожин. Знаменитый кинодокументалист и замечательный рассказчик, и чудесство прошло также в военном Куйбышеве. Из-за режима самоизоляции мы не можем позвать, к сожалению, Бориса Александровича к нам в студию. Но у нас есть возможность ему позвонить. Сейчас мне подскажут наши режиссеры, есть ли возможность вывести звонок в эфир. Есть ли у нас такая возможность сейчас пообщаться с Борисом Александровичем? Подскажите, пожалуйста. Алло. Да, да, да. Борис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы поздравляем вас с праздником. С Днем Великой Победы вас. А я вас поздравляю с этим праздником. Вы себе даже не представляете, с каким праздником. Так расскажите же нам, Борис Александрович. Это самый великий праздник, запомните, всех, которые существуют в нашей стране. Мы с вами согласны, с вами согласны. Расскажите. Борис Александрович, вы, когда началась война, сколько вам было лет, напомните? И как вообще вы маленьким мальчишкой восприняли это событие? Как поменялась ваша жизнь в эти годы? Давайте я попробую вам хотя бы в нескольких словах рассказать. Мы можем слушать вас бесконечно. Я родился в 1938 году. Мне было три года, когда началась война. А когда кончилось, мне было семь лет. Ну я так понимаю, что вы помните эти годы? Еще вы себе даже представить не можете, как я это помню. Уйбушев в 1941 году. Ведь это небольшой город, небольшой, всего 447 тысяч человек, население. Всего 447 тысяч. Вот когда началась Великая Отечественная война. Она потом будет продолжаться 1418 дней и ночей. Потом наш город, потом назовут столицу эвакуации, потом назовут второй столицей. Все это будет потом. Потом в нашем городе будет миллион жителей, а тогда совсем небольшой город. Я вырос в семье врачей. Моя мама врач. И вот о врачах в годы войны мне хотелось бы сказать о себе. Я маму видел поздно вечером, возвращающуюся домой. С работы? Да, с работы, говорила она. С железной дороги. Мы там снимали больных детей вместе с их родителями, которые ехали в эвакуацию. Но доехать дальше к Уйбушеву не могли. Дети были больны. Дистратия. Понимаете? И вот врачи детской поликлиники номер один, что на Самарской улице, дом 89. Знаменитая поликлиника Самарская, да. Снимали детей с родителями, вылечивали, прижимали к груди, ставили на ноги, выкармливали, выкармливали, привозили их домой. Потому что надо было отдельно покормить ребенка, отдельно согреть его. Вот так для меня началась Великая Отечественная война. Маленьким детям, в том числе и мне, и моему брату, и близнецы, маленьким детям давали, помимо карточек детских, давали еще маленькие булочки. Они назывались УПП. Усиленное дополнительное питание, один раз в день, очень крошечные, маленькие булочки. А врачи хохотали. Врачи хохотали. Усиленное дополнительное питание, говорили они, УТП, это называется, умрем днем позже. И умирали от хохота. Когда город жил очень тяжело и хохотал, и вот этот хохот, вот это вот постоянное веселое настроение в глазах и полная уверенность в победе помогала выжить этому господу. Вот поверьте мне, поверьте, тогда появились карточки. Они появились у нас 1 ноября 41-го года. Появились карточки с очень маленькими нормами нашего питания, с очень маленькими. И только в определенных магазинах, только к которым вылезки прикреплены, только в этом магазине можно было одоварить эти продовольственные карточки. А уж если их потерять, эти карточки. И тогда же я услышал его в то время прекрасный анекдот. Вот один мальчишка другому говорит, если будет у нас землетрясение, например, в Жигулевских гараж, мы не упадем. Как не упадем? А мы прикреплены к магазинам. Прекрасно. А что еще осталось? Вот еще одна цифра. В 41-м году на безымянку, запомним эту цифру, К нам приехало на безымянку 49 тысяч рабочих и служащих с эвакуированными заводами. Вместе 49 тысяч с эвакуированными заводами. Они приехали на безымянку. Это потом. Потом мы выясним, что оказывается, безымянка была самым большим послевоенным районом в Советском Союзе. самым большим. А тогда ничего она из себя не представляла. Зачем? Зачем какому-то полустанку давать какое-то имя? Как? Так вот. Назовем ее безымянкой. И опять хохотал весь город. Хохотал. Борис Александрович. Как-то удивительный. Именно это помогло ему выжить. И никогда, никогда куйбушевцы не просили ни о каких наградах. Зачем? У нас нет времени. Пусть другим городам дают звание городов, героев. Нам некогда. Мы работаем. Здесь тыл был фронтом. Всего несколько слов. Но за этим только страданий, только героизма, только мучений и столько достоинств, что это невозможно совершенно передать. Вот стоит памятник. Называется он. Самолет, самолет, Ил-2. Это же удивительная вещь, то, что в нашем городе производился этот самолет. На нашем авиационном заводе. Вы знаете, мы к 30-летию Победы на студии Кинохроники, где я проработал больше 40 лет, мы сняли фильм. Называется он «Возвращение». Режиссер фильма Борис Свойский. Наш самолет Ил-2 вернулся на свою вечную стоянку. Так мы сняли фильм «Возвращение» и один из главных эпизодов, как его этот самолет по безымянке с днем везли на место своей вечной стоянки. Как люди смотрели. Борис Александрович. Как они, как они, невозможно передать, как они смотрели на этот самолет. Потрясающая история, Борис Александрович, просто потрясающая. Спасибо вам огромное за то, что вы дождались нашего звонка, за то, что вы рассказали нам все эти чудесные истории, которые просто потрясают и трогают нас. Спасибо вам, что в этот замечательный день вы провели эти минуты с нами. С праздником вас, с праздником Великой Победы. Здоровья вам, Борис Александрович. Живите долго. Мы, журналисты, вас очень любим. С праздником вас. С праздником. До свидания. Тоже с праздником. До свидания. До свидания.